В общем, сейчас я в Солнечногорске приехала, тут по делам, но это не так интересно. Просто, чтобы, если вам это рассказывали вдруг, мне все в прыщах. Вот, и радость сегодняшнего дня, она такая, что я отсняла вопрос-ответ новогодний, который я давно хотела вам рассказать, поделиться своими планами на Новый год. На самом деле, планов нету никаких. Я встала сегодня в половину пятого утра, вы только вдумайтесь. Половина пятого утра. Ой, охота мужика, и у вас странный. И фишка такая в том, что я встала, поела, решила пойти дальше спать, но котик просто... Короче, кот меня разбудил, когда я вот только-только уснула. И, блин, это так ужасно, потому что сейчас 3 часа. И у меня уже, знаете, такое ощущение, что сейчас не 3 часа дня, а где-то, наверное, ну, может быть, 8 вечера. Ну, вот такое вот так. Ещё что хотела вам сказать, что сегодня я, наконец-то, еду покупать ёлку. Скорее всего, в этом году, по старой доброй моей личной традиции, у меня будет пихта. Я хочу рассказать вам, почему именно пихта. Потому что стоит она дольше, пахнет она лучше. Что за хрень? А, в общем, ладно, мы не будем отвлекаться на этих людей. Это лишнее. Вот, и пахнет она лучше, стоит дольше. И у неё ветки намного пышнее. И намного интереснее выглядит даже, вот, чтобы сфотографировать там. Либо просто потрогать. Они не колятся. То есть, если ёлка колется, то пихта не колется. Вот, и, скорее всего... Ну, да, единственный момент, пихта стоит дороже. Это да. Единственное такое. Но, сами понимаете, мне, например... Не знаю, как вам, мне, например, на Новый год... Ой, пересвет. Мне на Новый год вообще не жалко никаких денег. И пихта, это прям реально мой вариант. И игрушки. Знаете, когда вешаешь игрушки на такую ёлку, они... Дальше держатся. Честно говоря, думала то, что я наснимаю вам город. Потому что в... В Солнечногорске я бываю не так часто. Лучится никуда выходить с машины. И на улице минус 6 сейчас. У меня ещё не доехали некоторые чехлы, о которых я рассказывала. То есть, как бы... Тут уже не почта России... Как бы, косичнула. А дело в том, что здесь косяк. Латвии. Потому что посылки почему-то поехали в Латвию. Там застряли. И мне немножко как-то странно. Потому что я собиралась вам снимать видео про чехлы. Про мои любимые чехлы новогодние. Как-то вот так, знаете. Ну, как-то грустненько. Не успеваю я многое сделать к Новому году, к сожалению. Не успеваю и некоторые видео выпустить. И здесь уже, наверное, не моя проблема. Потому что я какое-то долгое время искала подработку. Какое-то долгое время занималась учёбой. Я очень много читаю. Вот это я вам серьёзно говорю. Честно, откровенно. Настолько много, что у меня даже люди, которые занимаются литературой профессионально, они такие говорят, что типа, ты не боишься там за зрение? Зрение падает. Как бы плавно. То есть всё нормально как бы с этим, да, у нас. И я вот думаю о себе линзы, короче, с ней сделайте. Потому что очки как-то носить. Ну, мне не хочется очки носить. Я не против тех людей, которые носят очки. Мне абсолютно просто они мешают. Это вот, знаете, у меня такая же любовь с головными уборами, к сожалению. Вот не нравится мне совсем. Ну вот, ну не нравится, как они выглядят. Так вот, потому что когда я надеваю шапку, у меня начинает сразу чесаться тут что-то. Всё такое вот. Ну, короче, у меня есть шапка, короче, мне друг подарил шапку. Вот. И, блин, я не могу, короче, её даже выбросить, потому что это подарок. Хотя ношу я редко, когда совсем очень холодно на улице. Вот. Покажу небольшой кусок города Солнечногорска. Может, кто-то здесь живёт, узнает свои улицы. И я, короче, стою около центра. Мои документы, вот. И видите какой сугроб? Ну, в принципе, у меня весь обзор гордый заканчивает с этим сугробом. В общем, посмотрели на Солнечногорский сугроб. Ну, в принципе, и хватит, ребята, вам походу. А там, видите, короче, домик. Я очень люблю такие домики. Ой, такие классные. И, блин, там, не знаю, будет вам видно, не будет. Там, короче, мигают фонарики. И прям такой дорогой, не стреляйте сразу. Короче, вот, посмотрели на сугроб, всё. Я никогда не снимала такие долгие влоги разговорные, сидя где-то. Но на самом деле я сама люблю смотреть разговорные видео, если честно. Прям очень люблю. И, ну, смотря на какую тему, если честно. Если там какая-нибудь бытовая тема, там, например, именно такая, знаете, семейная, наверное, скажем, как бывает там у Саши. Как Ваня. Ваня, блин, как, забыл, Ваня плюс. Ну, короче, вы поняли, кто? Я не очень такое люблю смотреть. Мне как-то, ну, не знаю, мне вот эти пары, как-то отношения там. Мы там с Ваней поругались там и то, и то, и то. Единственная девушка, которую я смотрела, которая мне нравилась, это дневник учительницы. У неё так всё позитивненько, так всё весело. Но я не очень люблю бытовуху, когда сниму. Как-то, знаете, мне кажется, что... Нет, в этом есть ничего плохого, бытовуха есть у всех. Просто кто-то её как-то пытается искоренить, кто-то своими силами её пытается решить. То есть какие-то бытовые проблемы там, да. Например. Но я, например, хочу смотреть и следить за теми людьми, которые чего-то добиваются в жизни, и которые, ну, так скажем, часто путешествуют, часто где-то снимаются, часто вот как Шейдлин, например, как Катя Клэп. Да, то есть у них какая-то постоянно движуха. То есть человек на какой-то движухе. Это настолько круто. Я не могу сказать, что я прям такой гик, который сидит дома, домосед. Нет. Я тоже где-то, ну, бывает, выезжаю там. Но мне, конечно, хотелось бы чаще кататься, где-то бывать. Потому что, ну, мне кажется, так человек живёт, так он развивается, так он получает из этого творчества. Из путешествий рождаются новые творческие проекты. Раньше я только так этим и жила, только этим и попользовалась. Особенно если учесть тот момент, что одни из моих любимых поездок были на самую длинную дальность. Я могла спокойно на 12 часов лететь в самолёте. Без посадочный рейс. И это было нормально. И я в дороге всегда думаю как-то, что-то придумываю. Я понимаю то, что я вам не додаю какого-то определенного контента, который вы ждёте. И я это прекрасно понимаю. И, так скажем, мне, честно сказать, мне, к сожалению, не с кем особо снимать. Потому что часть моих друзей, которые старше меня, она выросла, и им это уже неинтересно. То есть весь YouTube, который вот снимается в стиле, там, Ян Гордиенко, Кати Клэп, там, ну, такой вот, именно, такой весёлый, так скажем, им неинтересно. Мне это интересно. Но я, конечно, попытаюсь там как-то поснимать своих знакомых, ещё что-то, может быть, с кем-то из блогеров моим. Есть такая девчонка, Кристина Кейп, Кристина Кейп правильно произносится. У неё, короче, мы с ней познакомились в Перископе. И я на первых порах немножко ей помогала с каналом. И фишка в том, что мне девочки под её видео, то есть её зрительницы, писали ей, давно ещё под каким-то разным блогом, она влоги снимает, писали ей, типа, вот, снимись Наташей Гром. То есть это были те, кто, видимо, из Перископа палил то, что мы общаемся. Мужик, проезжай уже, давай, на свои развалюхи-то здесь встал. Чё ты встал-то здесь? И я абсолютно не против этого. Я, наоборот, даже за это. Потому что мне хочется, чтобы у меня в видосах появлялись другие люди. То есть я ни в коем случае не какой-то эгоист, который, ну, знаете, такой прям, типа, я вот слегка раскрутил канал, чуть-чуть, типа, и я никому не дам возможности со мной сниматься. Нет, я не считаю, это неправильно. Кто-то делает, это вообще неправильно. Ну, просто проблема в том, что Кристина учится в медицинском институте. Девка прикольная, реально очень такая бодрая. И у неё постоянно нет времени, потому что сейчас сессия, у меня вечно какие-то коматозы, да что ж такое. Какие-то у меня коматозы тоже с учёбой. Вообще-то здесь лёд, как бы, ну ладно. Коматозы с учёбой. И я тоже прекрасно понимаю, что чтобы с ней состыковаться, реально что-то снять, тут надо либо ждать, когда у всех будут каникулы. Ну, короче, здесь надо очень сильно подбирать время. Причём я, когда предлагаю кому-то сниматься, я всегда смотрю на тот момент, какой у человека контент и что и как он именно снимает. Ну, я надеюсь, что Крис, как бы, она, как-то решить свои проблемы с учёбой. Вот, и мы с ней будем уже нормально сниматься. Господи, я уже видео записываю минут 20, я жду людей. Чё там можно так долго делать? У меня одна девочка спросила, знаете чё? Кстати, вопрос очень хороший, мне очень вопрос понравился. Типа, чем запомнился 2017 год? Я, поскольку записывала видео очень быстро, я даже не думала, знаете, там обычно когда готовишься, что-то продумываешь, что-то как сказать. Я вообще об этом даже, ну, не думала, ничего. И я сидела и понимала, что именно в эмоциональном плане, да, год очень-очень сильно запомнился, потому что столько смертей было. У меня в семье тоже была одна смерть. Столько нехорошего случилось, столько глупостей случилось в 2017 году. Вот именно глупостей. Ну, не так прям, ну, по сравнению с 2016 годом я, конечно, дала маху. Я просто хочу сказать, что какого-то кардинального, там, знаете, как, например, какой-то взять суперкрутой проект, у меня, конечно, такого не было. Я, знаете, очень хотела показать вам пуховик свой, но я просто как бы покажу его, наверное, потом более, более-более подробно, потому что, скорее всего, он будет в одних из моих понравилось за зиму. Мне нравится вот цвет, знаете, цвет именно такой пастельный. Нашла, короче, прикольное применение бардачку, можно прям вот себя снимать, можно прям, знаете, снимать. Слушайте, а может собаку? У меня это просто собака лежит, плюшевая. Нет, у меня просто чехол, я вам потом покажу, какой чехол у меня. Я не могу так, не знаю, себе, я так сижу, как будто я пловец. Нет, так не пойдет, ребята, так не пойдет. Вот сейчас поставлю сюда. Вот, сейчас собаку мы подвинем. Вот такая у меня собака. Блин, вот. У меня, короче, есть вот такой вот пес. Я хоть и небольшой любитель плюшевых игрушек, но некоторые плюшевые игрушки мне очень нравятся, очень нравятся. Вы, кстати, собираете крышечки от Кока-Колы? Мне просто интересно. Я собираю крышечки от Кока-Колы, и мы даже с одним другом поругались на эту тему, потому что в прошлом году он мне эти крышечки отдавал. А в этом году он сказал, нифига, я буду сам, короче, вот. И, типа, я на самом деле в шутку, я такой человек, что я люблю рофлить очень сильно, вот. И я всегда люблю прикалываться, а люди не всегда этого понимают. Вернее, ну, как бы, остальные понимают, но есть категоры людей, которые, я как я люблю говорить, которые постарели рано. Хотя, в принципе, они молодые. Другу у меня 24 года. Ну, да, 24 года другу, и каждый раз, когда он меня куда-то отвозит, там, встречаемся мы с ним. В смысле, как парень с девушкой, просто встречаемся, когда, там, ну, куда-нибудь по делам, короче, и едем. Я всегда раньше говорила, так, Лёха, ну, чё, давай крышки-то, чё, давай крышки, я прям жду крышки, потому что, смотрите, я сегодня купила Кока-Колу, а тут 3 балла всего лишь, а у меня не хватает. И я, короче, хочу ёлочные игрушки собрать, потому что мы с компанией Кока-Кол не сотрудничаем. В прошлом году они блогерам дарили подарки от Кока-Колы, да, поэтому, если кто-то из Кока-Колы меня смотрит, я буду рада принять подарочек. Потому что, ну, блин, я просто фанат этого, вот этих вот всяких, всяких штук. Вот, и Лёха как-то так в шутку, причём, нет, я в шутку это говорила, а Лёха такой на серьёзе реально думал, что я не прикалываюсь, и я реально у него эти крышки вытаскиваю прям, ну. И он сейчас как психанёт, и это происходит за рулём, я очень не люблю, когда люди за рулём психуют. Мне это само выбешивает, то есть, кстати, человек ведёт машину, и вот это начинает себя... Вот это вот, я прям очень сильно пугаюсь, потому что, ну, мне не нравится. Короче, ладно, я сама собирайте крышки. От лептона, от акции липтон я насобирала кучу крышек, и я скачала всех книг, которые можно было скачать на сайте Litres. Так как вы знаете, что я люблю читать. Я скачала все книги, а уже две прочитала. Честно говоря, я не ожидала, что у меня получится разговорный влог. И эту часть я уже дописываю. Мне здесь 8 минут. Зато мне никогда не скучно. И я могу сюда поговорить. И мне всегда есть кому что рассказать. И это самое офигенное чувство в блогинге. Серьезно. Вообще, побыстренько вам показывают чехол. И почему он не встает. Нормально, видите. Короче, одни говорят, что это гроб. Но тут есть вот такая пимпочка. Ну, это труба. Я считаю, что это дом. Это не гроб. Вот. А у меня друзья говорят, что это похоже на гроб. Ну, у меня, короче, будет такой чехолчик крип, например. Не знаю, видно ли вам через тренировку. Это вот другая часть того места, где я сейчас сижу. И уже потемнело. Я заведу, спилю. Мне, конечно, мало света, чтобы можно было все это показать и продемонстрировать вам. Ну, это самое обычное ведро, в котором стоит елка. А все потому, что вчера мне не удалось это вот все поставить. Как надо и как у всех людей это стоит. Поэтому она вот такая вот здесь стоит. Причем с покупки. Она не разобранная. И мне было очень жалко дерева. Поэтому пришлось поставить воду. Ну, я думаю, что сегодня удастся все это разобрать и поставить уже нормально, как у всех людей, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok